Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем лотос. Начнем с карандаша. В центре листа мы намечаем размер лотоса и в каком он будет примерно месте. Стараемся, чтобы он был в середине листа, но снизу оставляем место чуть-чуть побольше, чем сверху. И намечаем такой вот овал. Такой вот овал сильно на карандаш не нажимаем, потому что мы этот овал потом сотрем. И теперь начинаем намечать лепесточки. Вот здесь в верхней части вот как бы такой небольшой овал. Из него такая вот чашечка идет. Это будет серединка нашего цветка. И дальше будут более крупные лепесточки. Мы вначале сильно не нажимаем на карандаш, чтобы можно было в любой момент подкорректировать, передвинуть, перерисовать. Вот примерно один лепесточек такой. Лепестки похожи на овалы. И теперь второй, он может быть чуть-чуть повыше, тоже овал. Вот примерно здесь. Примерно здесь, да, второй лепесточек. Дальше нарисуем нижние лепесточки, где они будут. Вот один будет вот здесь вот. Такой вот более длинненький. Немножко у него видна нижняя часть. И второй вот здесь примерно. Такой вот лодочкой он с острым кончиком. Как бы вот треугольничек вверху. И здесь вот как овал. И еще один нижний будет вот здесь вот примерно. Он у нас пойдет где-то вот до сюда. Вот примерно так. Вспомогательные линии мы постепенно будем стирать. Они нам уже не нужны. И теперь нарисуем верхнюю часть. Верхние лепесточки. Вот отсюда, вот из этих двух лепесточков, у нас будет один. Они похожи на такие вот остренькие треугольнички. Один лепесток, потом следующий. Внутри вот этой вот, ну как бы, чашечки. Далее у нас будет вот здесь вот еще один лепесточек. Третий. Вот на переднем плане, да, вот на этом у нас получается их три. Дальше нарисуем, ну вот может быть здесь вот какая-то будет такая серединочка. Там тычинки желтые. И теперь внутренние лепестки, да, вот мы видим, получается вот так их. Нам нужно, чтобы у нас влезло, да, чтобы у нас влез еще дальний уровень. Да, вот давайте их наметим. Наверное, сейчас вот так. Вот раз будет. Потом вот здесь вот еще один. Они будут темненькие, на фоне них будут у нас тычинки. Ну мы их нарисуем эти тычинки красками, желтенькие они будут. И дальше вот отсюда у нас идет, выходит один треугольничек. Потом вот отсюда еще один. И вот этот, который уже есть. И теперь самый дальний слой, да, вот это вот я сейчас вспомогательные линии теперь стираю. Они уже не нужны. И добавляю самые дальние. Вот здесь вот один у нас будет. Так, вот здесь вот один. Просто треугольничек. Вот здесь один. Вот здесь вот у нас будет такой вот боковой еще. Потом внутри него еще один, да, который к нам чуть поближе будет. И вот здесь вот между ними, да, вот между этими двумя мы вместим еще один. Примерно так. И теперь с этой стороны, да, вот это место нам нужно заполнить сейчас. Вот отсюда у нас пойдет лепесточек, да, и он придет куда-то вот сюда, между этими. И один вот сюда. Вот получилось примерно так. Да, вы можете теперь что-то добавить от себя. Да, вот тут как будто бы не хватает. Ну, можно добавить еще один, чтобы это более было симметрично. И теперь переходим к цвету. Я возьму маленькую кисточку, да, можно сначала фон закрасить, можно сначала цветок. Здесь уже можно и так, и так. Он у меня будет розовый, да, вы можете делать любым, каким хотите. Я беру красный и добавлю туда немножко беленького. Самый центр у меня будет самый темный. Красный с белым. У меня более холодный красный, рубиновый. Вы можете взять любой. И вот этот вот центр, эту серединку я делаю самым темным. То есть красный и немножко беленького. И прям вот так очень плотно закрашиваю. На фоне вот этих лепесточков у меня будут тычинки светлые, желтые, ярко-желтые. Поэтому пусть вот это будет потемнее. Ну и вот этот тоже можно сделать темненьким. Еще один. Дальше мы добавляем белого еще и чуть-чуть высветляем. И теперь закрашиваем вот здесь вот. То есть как нам отделять лепесточки? Они все одного цвета розового, да, но чтобы отделять один лепесток от другого, мы будем где-то делать потемнее, где-то посветлее. Вот эти лепесточки будут у нас такие вот среднерозовые. Примерно вот такие. Дальше вот мы берем темно-розовый, да, вот который был здесь. Вот немножко вот тут затемняем. А по краям, да, вот чтобы эти края не сливались, мы наоборот их будем высветлять. Так, вот у меня есть белый более чистый в баночке отдельный. И я беру более светлый рост. То есть в этот красный я добавляю чуть больше белого. И вот эту верхушечку лепестка я делаю более светлой, да, вот она у меня отделяется. Ну и между этими лепесточками я... Ну то есть сами лепесточки у меня четкие, да, а между именно вот оттенками я размываю границы водичкой. То есть вот у меня часть лепестка темная, часть светлая, да, вот я между ними размываю вот так вот водичкой границы, чтобы был более плавный переход, да, вот от более темного к более светлому. И получается, что лепесток он не одного цвета, да, он книзу потемнее, кверху посветлей. И вот второй тоже, вот тут я наметила, размываю водичкой, делаю более плавный переходик. И вот у меня за счет этого, да, то есть что-то потемнее, что-то посветлее, у меня за счет этого лепесточки отделяются друг от друга. А вот здесь вот, да, мы тоже сделаем более светлым, чтобы отделить эти лепесточки, да, вот эта вот часть, она будет более светлая. То есть мы туда побольше белого добавляем. Вот тут вот тоже. Ну а книзу можно чуть-чуть затемнить, чтобы было пообъемнее. Так вот как-то. И тоже заполняем очень плотно, почти что без воды, плотным слоем, чтобы бумага у нас не просвечилась. И вот этот лепесточек нам нужно тоже отделить от тех, которые подальше. Поэтому мы добавляем тоже в красный побольше белого. У нас получается более светло-розовый. И вот мы его так вот отделяем. А потом сюда вот книзу, да, можно чуть-чуть затемнить, то есть добавить побольше красного. И здесь вот тоже смотрим два лепестка, как нам отделить. Вот один, вот этот, который слева, мы делаем чуть-чуть потемнее, то есть добавляем побольше красного вот сюда, на границу. Ну и потом размываем, делаем переходики от более темного к более светлым, размываем водой. Внутри этого лепесточка. Вот и у нас получается, что лепестки друг от друга отделяются. То есть у нас нету контуров, не нужно делать контуры, потому что в природе контуров нету. Есть свет и есть тень. Что-то у нас посветлее, а что-то потемнее. За счет этого у нас отделяется один лепесток от другой. Дальше смотрим вот те лепесточки, да, они будут тоже посветлее чуть-чуть. Вот то есть мы их делаем светлее, чем вот этот вот темно-розовый в серединке. Ну какой-то такой вот средне-розовый получается. Один, потом вот этот дальний мы можем сделать еще посветлее, то есть еще больше белого добавляем. Можно фон, кстати говоря, и не делать, можно сделать на белом. Но вообще в гуаше лучше делать с фоном поинтереснее. Потом вот здесь вот, да, вот это можно тоже сделать чуть-чуть потемнее. Такой вот средне-розовый. Можно даже вот тут к низу его подтемнить немножко. А какие-то лепестки, да, где-то могут сливаться. То есть каждый лепесток не должен отделяться от другого. Они какие-то где-то сливаются, а где-то наоборот отделяются. Так, вот этот посветлее мы делаем. Мы делаем посветлее. И тоже прямо вот его заполняем. А к низу, к низу этот маленький лепесточек можно затемнить, чтобы он отделялся вот от этого от большого. Ну и размываем границы. То есть границы внутри лепесточка. Сами лепесточки четкие, но у них там внутри где-то посветлее, где-то потемнее. Смотрим. Вот этот вот дальний может быть совсем светлый. Такой вот прям светло-светло-светло-розовый. И вот этот, например, дальний тоже может быть. Ну сразу, пока мы взяли этот цвет, можно сразу несколько лепестков им закрасить. Вот этот тоже сделаем светленьким. Вот здесь вот сделаем светлый, почти что белый. Ну и вот этот можно. А вот этот чуть-чуть потемнее. То есть темный выделяется на светлом фоне, а светлый выделяется на темном фоне. Так. Нам нужно заполнить весь белый. А потом в целом посмотрим, может быть, что-то еще где-то подтемним, а где-то что-то высветлим. Так, теперь вот этот чуть-чуть, чуть-чуть сделаем потемнее. Вот эти вот могут быть средние, среднерозовые. И вот этот, ну пусть будет тоже среднерозовый. Вот этот остался. Ну вот этот может быть тоже светленький. Немножко можно даже какого-то зелененького добавить. Ну то есть такие вот бывают у лотосов листики. Как бы уже листики, переходящие в листья. Немножко зеленоватые. Ну вначале давайте его сделаем. Сделаем его с таким средним. Вот это можно подтемнить. Если какие-то листики у вас будут сливаться, ничего страшного, пусть сливаются. Сделаем внутреннюю часть потемнее вот у этого. А вот этот вот наоборот чуть-чуть высветлим. Теперь остался вот этот и вот этот. А ну давайте сделаем, давайте сделаем таким. Можно чуть-чуть вот прям по краешку беленьким. А к низу чуть-чуть потемнее. Даже можно еще потемнее к низу. Вот так вот чуть-чуть затемнить, чтобы он был пообъемнее. А, и вот этот. Этот пусть будет светлый. Побольше белого можно. Вот примерно у нас получилось так. Да, оно вот здесь вот как-то получилось обведено. Немножко я размою. Получилось как контур. Хотя я имела ввиду, что здесь просто загнулся. И мы видим как бы вот ту нижнюю часть. Ее можно сделать потолще. Ну как бы вот кусочек, который загнулся. Вот тут немножко я подтемню. Теперь, чтобы не было такое вот ощущение вырезанности, мы водичкой немножко вот так вот по контурам проходим. И как бы проглаживаем эти контуры. Ну то есть мы их не размываем, а просто чуть-чуть соединяем друг с другом. Чтобы не было такое вот ощущение вырезанности. Как будто бы вырезали из бумажки и наклеили. Да, чуть-чуть все объединяем водичкой. Как бы вот гладим мокрой. Кисточкой чуть-чуть влажноватой. Да, не сильно мокрой, а такой чуть-чуть влажноватой. И границы немножко соединяются. Даже не обязательно все, а кое-какие хотя бы. Чуть-чуть так вот подсоединяем. И теперь тычинки. Я возьму кисточку самую тонкую. Мы берем белую красочку. И желтую. Чисто желтым не делайте, смешайте обязательно с белым. Потому что желтый он и не ложится обычно. И не будет так выделяться. Вот. И вот такие вот. Так вот чуть-чуть. Какое-то количество этих полосочек таких вот. И нужно сделать точечки, тычинки. Мы обозначаем. Они где-то в серединке могут быть более концентрированы. Уже как бы сливаться в одно пятно. Ну вот я их такими точечками делаю. Где-то вот они чуть-чуть видны. Ну их даже не обязательно делать. Иногда бывает, что их и не видно. Ну вот можно вот так их метить. Какую-то такую серединку поинтереснее. Ну и теперь фон. Фон у нас будет зеленый. Пусть он будет темно-зеленый. У меня изумрудно-зеленый. Можно взять любой зеленый. Я его смешаю с желтым, чтобы он был поярче. И наверное с белым. И постараемся сделать такой фон, чтобы он был темнее у нас, чем цветочек. Ну вот он к верху будет. Наверное верхняя часть будет вот такая. Даже наверное лучше я добавлю туда черный. Пусть будет темно-зеленый. Вот черный, зеленый и желтый. Пусть будет темно-зеленый. Можно просто зеленый смешать с черным. Не бойтесь, что он будет слишком темным. Лучше он пусть будет темным, зато лотос выделится лучше на нем, чем если он будет слишком светлым. Но можно сделать и посветлее. То есть делайте фон любой. Можно сделать голубой, темно-голубой. Можно сделать фиолетовый. Но главное здесь, чтобы выделился лотос, фон нужно сделать потемнее. Темнее, чем цветок. Это вот такие листики будут. Я сделаю сначала темный фон, а потом более светло-зеленым прорисую какие-то листики сверху уже. Так вот аккуратненько мы обводим, не торопясь, тоненькой кисточкой вокруг этих лепесточков. Если вы заехали, да, ничего страшного, можно перекрасить розовеньким сверху. То есть гуаши можно все всегда исправлять. Гуаши, акрил, масло. Нельзя испортить работу, можно все всегда исправить сверху. Главное, дожидайтесь, пока высохнет краска, да. И любой цвет можно перекрасить любым другим цветом. Если нужно что-то подрисовать, подрисовывайте, не бойтесь. Добавляйте что-то от себя. То же самое, такой же цветочек можно нарисовать, попробовать другим цветом. Например, белым. Чтобы получались более тонкие линии, разбавляйте краску чуть-чуть с водой. То есть тут вот нужно тоненько обводить, чтобы лепесточки были остренькие. И вот у нас наш цветочек выделяется на таком вот более темном фоне, на темно-зеленом. Так, теперь можно взять кисточку побольше чуть-чуть. Зеленый, желтый и черный. Ой. И закрасить уже более быстро стальной фон. Я закрашу очень плотно. У меня бумага не просвечивается. Можно вот оставить такой фон. Можно еще добавить потом сверху каких-то листиков более светлых. Ну, чтобы он был чуть-чуть поинтереснее, по разнообразнее. Ну, можно и такой, да. Всегда можно все упростить. Если вам что-то сложно рисовать, упрощайте. Не обязательно рисовать все детали. Можно какие-то детали отбросить. Так. У меня цветочек выделился, да. Вот он на темном, на темном сразу же выделяется. Так. И сейчас, сейчас я его немножко соединю. Тут если я где-то немножко заехала, я сверху подкрашу. Да, ничего страшного. Можно вот тоже чуть-чуть вот так вот по границе пройтись водичкой. Чтобы не было ощущения вырезанности. Ну, то есть не то чтобы водичкой, а просто чуть влажноватой кисточкой. Она не сильно влажная, да, а просто чуть-чуть более влажная. Чтобы не было такой вот резкой границы. Где-то у меня что-то заезжает, да, но так даже лучше. Потому что это живопись, чтобы рисунок был более живой. Примерно так. И теперь, как нам показать, что это не просто фон, а листики. Зеленые, беру желтый и белый. И вот таким вот ярко-зеленым, да, вот кое-где, кое-где я прорисую. Ну, покажу, что это вот как бы там такие листики. То есть это будут границы листиков у меня. Но нужно, чтобы фон подсох. Чуть-чуть вот тут. Какие-то такие вот границы я показываю. Вот, немножко так вот добавляю. Где-то делаю плавный переходик в более темный. Более темно-зеленый. Где-то так вот водичкой чуть-чуть я подразмываю, подсоединяю. Ну, а тут вот граница. Граница листика получилась. Потом, ну, где-то вот тут можно показать. У нас тоже, что это листик. Что есть какая-то граница у этого листика. Вот тут такая. Вот где-нибудь здесь я покажу, что есть граница листика. Вот здесь вот. То есть просто этот фон мы делаем чуть более интересным. Показываем, что он состоит из листиков, а не просто темный. Вот где-то такие вот намеки на границы листиков мы показываем. И потом делаем плавный переходик в основной темный фон. Вот тут вот чуть-чуть намекнем. Тут вот. Где-то он заканчивается. Ну и может быть где-то вот здесь кусочек. Все. Можно добавить что-то от себя. А я сейчас сниму скотч. Аккуратненько. Вот такой вот получился лотос. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.